Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Особое мнение в эфире. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня у нас Ян Чеботарев, юрист. Ян Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте, Владимир. Рад вас видеть. Да, взаимно. И наши слушатели, надеюсь, тоже рады, что мы здесь с вами. Напоминаю, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео трансляция нашего эфира. Кроме того, с помощью специальной формы вы можете задать вопрос свой гостю особого. Есть парочка вопросов. Я чуть позже их обязательно озвучу. Но сначала хочу сказать о том, что есть, наверное, уже некая закономерность. Если у нас в городе или в регионе происходит что-то криминальное, скандальное, уголовное, то мы сразу же с Яном Евгеньевичем по горячим следам пытаемся об этом поговорить и обсудить, что же такое произошло и последствия, собственно, этого. И вот случилось. 30 мая при получении взятки в 5 миллионов рублей задержан генеральный директор Кировской региональной ипотечной корпорации Виталий Шмаков. За эти деньги, как считает следствие, он обещал помочь одной строительной компании Кирова. Она не называется. Тут вот странность какая-то есть. Возбуждено уголовное дело. Вообще Кировскую региональную ипотечную корпорацию последние годы скандалы прям сотрясают. Регулярно. Вспомните гендиректора Сергея Рылова, который уже вышел на свободу, был осужден по статье о хранении боеприпасов и коммерческий подкуп. Затем были господа по фамилии Перминов и Виттер, убийц супругов Митяевых, тоже очень резонансное дело. Ну и вот сейчас Виталий Шмаков. Я вчера видел в фейсбуке, вы пошутили. Наверное, надо место осветить Кировскую региональную ипотечную корпорацию. Складывается впечатление, что кто-то порчу навел. Вот еще какие странности. У вас новыми, кроме того, что не озвучивается, собственно. Ну, вы знаете, здесь... Кто же взяткодатель-то? Вопросы есть. Сам по себе факт странен, что достаточно недавно назначенный руководитель, проработавший меньше двух месяцев, уже попадается на подобного рода деяния, которые свидетельствуют, на мой взгляд, как минимум только об одном. Некоторые самоуверенности, может быть, даже... Мягко говоря даже. Об ощущении безнаказанности. Ну, нехороший это сигнальчик. На мой взгляд, господину Васильеву следует, у кадровой политики-то задуматься, внимательно к нему, к этому вопросу подходить. Тем более, что сентябрь месяц на носу. Ну, и тут еще большой удар и по авторитету Единой России. Ну, безусловно, безусловно. Шмаков накануне выиграл, собственно, праймерис в пятой территориальной группе, набрал более полутора тысяч голосов. Ну, вы знаете, количество людей нечестных, не зависит от того, в какой партии они состоят. Являются ли они членами Единой России, Справедливой России, и КПРФ, либералами, демократами, да черт знает бог с ним, кто еще. Какой у них цвет глаз, цвет волос, цвет кожи, большого значения, на мой взгляд, это не имеет. А вот вопросы, связанные с тем, что каким образом человек, который попался на подобное родо взятки, причем здесь главное слово, это не то, что попался, а то, что все-таки вдруг осмелился покуситься на подобное деяние, достаточно недавно был назначен на должность. Это означает, что проходили все согласования, все обычные кадровые процедуры. Вот это, на самом деле, на мой взгляд, свидетельствует только об одном, о том, что пока еще недостаточное внимание уделяется назначению топ-менеджмента тех предприятий, руководство которой осуществляет непосредственно Кировская область. Ведь КРИК — это все-таки предприятие областное. Ну, 5 миллионов — это особо крупный размер, да? Да, да, да. Там наказание очень серьезный, уголовный срок. Существенный, да, от 8 до 15, по-моему, со штрафом до 70-кратного. Ну, могу путать размеры взятки. Сумма, в общем-то, приличная, и стоит догадываться только о том, а что же за услуга-то эта вот, что она может столько стоить. Ну, на самом деле, через Кировскую ипотечную корпорацию проходило много достаточно важных для строителей сделок. Это и переселение граждан из аварийного жилья, и достройка домов от недобросовестных застройщиков. Дома передавались тем, чтобы КРИК искал подрядчиков, поручал строительство уже новым строительным компаниям. Я думаю, что в ходе следствия мы потихоньку-потихоньку будем узнавать, и в чью пользу намеревался действовать Шмаков, и не являлось ли это провокацией. Я посмотрел прессу буквально незадолго до нашего с вами сегодняшнего свидания, увидел о том, что репортер пишет, например, о том, что уже дает признательные показания человек, сотрудничает со следствием. Ну и, кстати, он помещен под домашний арест на два месяца. Ну, тоже нетиповой шаг, который свидетельствует, на мой взгляд, о том, что задержанный сразу же практически признал свою вину, вскрыл все доказательства, какие были необходимы следствию, и активно с ним сотрудничает. В противном случае, я думаю, что помещение в следственный изолятор под арест ему было бы, наверное, не избежать. Ну, гораздо проще морально, конечно, да? Видимо, выносить. Ну, не согласен я с вами. Ну, может быть, да, на какое-то время, но с другой стороны, чем закончится это дело, неизвестно. Взятка, вне зависимости от того, насколько глубоко раскаяние человека, все равно относится к категории тяжких преступлений, и за нее назначается обычно наказание, все-таки связанное с реальным лишением свободы. Может быть, даже если бы он сейчас, например, находился под арестом в условиях следственного изолятора, после суда меньше пришлось бы отбывать наказание. С одной стороны, вот эта ситуация, она применима и к делу Никиты Юрьевича Белых, о котором мы чуть позже поговорим. Да, о котором тоже вменяется практически идентичный состав, сумма немножко побольше только. 600 тысяч евро. Ну, да. В совокупности. Чуть-чуть побольше. Вот. И содержится он в условиях следственного изолятора. С одной стороны, безусловно, нахождение под арестом в СИЗО, это гораздо более жесткая процедура. Домашний арест более щадящая вещь. Но привыкать к несвободе в СИЗО полегче. Хотя, конечно, и домашний арест засчитывается точно так же в срок лишения свободы. Еще хотелось бы услышать ваши комментарии до перерыва по поводу другого дела. Сначала состоялся суд над бывшим директором МФЦ Александром Ананьевым, который на казенные деньги приобрел два смартфона на общую сумму 115 тысяч рублей. Ну, вполне можно догадаться, о какой марке гаджета идет речь. Ну, вполне. Ну, даже по цене можно прикинуть. Да, по цене, да. Минимум шестерка. Да, злоупотребление должностными полномочиями. В итоге суд его приговорил за все это дело к штрафу в 30 тысяч рублей. Вот интернет сразу наполнился комментариями. Если бы украл буханку хлеба, то дали бы реальный срок. Вот такой приговор, как оценивать. Но он, естественно, признал вину, сотрудничал со следствием. И очень там интересный комментарий. Вернее, из-за судей это прозвучало о том, что данный поступок был сделан, исходя из побуждения повысить свой статус. Ну, может быть. Такой телефон, вот значит, статус. Ну, на самом деле, да, безусловно. Эти же айфоны вещи статусные. Ну, не говоря там, что просто удобные, конечно. Сам сторонник. Черт возьми, да. Ну, сам сторонник. Сам сторонник этой продукции. А что касается, что пишут в интернет, ну, передергивать тоже не стоит. За буханку хлеба никто никого не посадит. Это мелкая кража. Это все-таки административный проступок в настоящий момент. Да, безусловно, подобного рода деяния, которые совершил господин Ананев, ну, не приветствуется уголовным кодексом. Но это первая судимость. Это первый случай в его биографии. Он, насколько я понимаю, из прессы раскаялся, осознал, ущерб возместил в полном объеме. Я не являюсь сторонником того взгляда, что чиновник любой заслуживает, уже априори, исходя лишь из того, что он является чиновником, какого-то негативного к себе отношения. Мне, может быть, повезло. Я встречаю весьма часто чиновников хорошего уровня, специалистов, душевных людей, честных людей. Поэтому в этой части, ну, да, оступился. Да, действительно, человек молодой где-то решил повысить свой социальный статус за счет своего предприятия. Какой-то детский поступок, на самом деле. Ну, может быть, может быть, может быть. На мой взгляд, вот подобного рода наказания является, подобного рода наказания будет являться достаточным для того, чтобы такие деяния больше не повторялись. Тем более, что даже, извините, минимальный уровень наказания в виде штрафа, например, 30 тысяч рублей фактически закрывает данному гражданину дорогу на государственную и муниципальную службу. Соответственно, я более чем уверен, что больше никогда данный товарищ не сможет причинить никакой вред муниципальному либо государственному предприятию. Во всяком случае, в обозримом будущем. Да, это особое мнение юриста Эны Чеботарева. Нам нужно сейчас небольшую паузу. Мы очень скоро продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Особое мнение юриста Эны Чеботарева продолжается. Меня зовут Владимир Сметанин. К делу Белых. Никита Белых хотелось бы сейчас перейти. Немножко уже сказали об этом. Я хочу вспомнить прошлое. Особое мнение Ены Евгеньевича. Говорили вы весной, уже прошедшей весной, сегодня 1 июня, о том, что, собственно, времени на знакомство с 30-ти утомами уголовного дела должно уйти немного. Вы уже говорили в конце весны. Эта процедура должна быть закончена. И мы должны в конце мая узнать, когда же состоится первое заседание суда. Да, я рассчитывал. Но, увы, ни слуху, ни духу, как говорится. Я по слухам как-то уже, и в интернете в том числе, возможно, у следствия какие-то сложности. Слухи ходят разные. Но на то они и слухи. По неподтвержденным данным... Ну, все-таки вашу профессиональную оценку хотелось бы услышать. Ну, давайте я сейчас скажу. По моим неподтвержденным данным у следствия как раз никаких проблем нет. И в настоящий момент... А, у следствия это завершено, простите. Да, значит, и в настоящий момент решается вопрос о возбуждении еще одного дела на Никиту Юрьевича. Немножко по другой статье, которая достаточно редко встречается в юридической практике. Но Кировский областный суд... Ну, понимаете, я не хочу кидаться словами, это на самом деле слухи. Поговаривают о каком-то сообществе, которое якобы Никита Юрьевич в свое время организовал. Но, еще раз, это неподтвержденный слух. Называют возможных лиц состоящих или состоявших в этом сообществе. Но это просто слухи. Чем больше будет неизвестности, чем дольше общественность не будет знать, что происходит на самом деле, тем больше подобного рода слухов будет рождаться. Предположений разного уровня. В этом деле все было туманно с самого начала. И, честно скажу, в немалой степени в этом повинен сам Никита Юрьевич. Почему? Абсолютно непонятно. Вот в ближайшие дни после его задержания вставал вопрос о том, что, наверное, следует ожидать в скорейшем времени какой-то информации от защиты Никиты Юрьевича, от него самого, чтобы он как-то попытался все-таки объясниться. Не перед следствием, не перед судом, а перед избирателями, перед народом, в конце концов. Но он же тогда некое обращение-то делал к жителям Кировской области, что я честный человек, я намерен отстаивать, добиваться своего честного имени. Это очень хорошо, но это декларация. Это просто декларация. По большому счету это белый шум и не более того. Есть масса вопросов, касающихся дела белых. Что это за деньги, для чего это деньги, почему это именно таким образом, почему в пакете, ни через фонд никакой, ни через счет, ни через адресное, в конце концов, приобретение чего-то. Просто вопросов-то масса. Сейчас возникает абсолютный вакуум информационный. И вот то, что достаточно долго уже нет никаких новостей о том, как развивается дело, какова же все-таки позиция защиты Никиты Юрьевича. Они же знают уже в настоящий момент, в чем их обвиняют и на чем следствие свои сомнения и свое обвинение основывает. Честно скажу, с учетом того, что все-таки речь идет о губернаторе, пусть даже и бывшем, хотелось бы, чтобы население Кировской области, чтобы наши сограждане, мы все с вами, получили ответы на те вопросы, которые у нас у всех наверняка есть. Что же все-таки произошло в Лотеплазе и что это за деньги? Последнее, что появлялось в мае, если я не ошибаюсь, это визит представителя ОНК города Москвы и, собственно, его текст по поводу того, что там происходит непосредственно в камере, как живет белых. Ну да, что он болеет, что он поправился. Очередные сообщения о том, что чувствует он себя плохо и, несмотря на свой сахарный диабет, коробками употребляет конфеты. Заедает стресс. Да, шоколадные, да. То есть, ну, возможно, слухи, да. Второе уголовное дело. И вот если это окажется правдой, то на неопределенный срок это все еще затягивается. То есть новое следствие и так далее. Не совсем, не совсем. Все-таки уголовное дело по обвинению Никиты Юрьевича во взятке было объявлено, что следствие завершено. Это означает, что после ознакомления с делом материалы должны уйти в суд, вне зависимости от возбуждения каких-то новых дел. Закон допускает осудить человека по одному обвинению, оставить его в этом же следственном изоляторе для проведения следственных действий по другому какому-то уголовному делу и расследовать уже новое дело в дальнейшем. Возможно, возможно, возникнут какие-то технические сложности с переносом части материалов из одного дела в другое, но это не бог весть какие проблемы. Поэтому сейчас, опять же, количество вопросов увеличивается просто с каждым днем. Все больше, больше и больше. Я часто захожу в интернет, созваниваюсь с своими друзьями, коллегами из той же Москвы, задаю вопросы. Обратите внимание, очень плохо какие-то новости о даже том же самочувствии Никиты Юрьевича, о его отношении к происходящему доходят до публики. В среднем я посмотрел, одна какая-то новость, реальная новость, а не ретвит, не дублирование, появляется в лучшем случае раз в месяц-полтора, не чаще. Это странно. Еще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу другого уже уголовного дела. Это уголовное дело не наше, речь идет о Екатеринбурге. Недавно как раз-таки было вынесено решение суда, 11 мая, если быть точным, я имею в виду дело 22-летнего Руслана Соколовского. Главец Покемонов. Да, которого приговорил суд к 3,5 годам условно за оскорбление чувств верующих. Я вчера с двоюродным братом списался в соцсети специально, и в том числе спросил у него, как вообще Екатеринбургсы оценивают это дело. Вот брат написал мне, ну вот этот парень жертва ЕГЭ, не знал, что творил. Вот так он написал, решил там, может быть, имя себе сделать. Но это ладно так, к слову. Да не думаю я как раз, что он рассчитывал на подобного рода исход ситуации. Ну вот, да, много, да, ведь оценок уже самых противоречивых породило это дело. Там много всевозможных карикатур уже появилось. В том числе Владимир Владимирович Познер, да, видели его заявление как раз-таки после этого судебного решения. Он сказал, а я атеист, я что, нарушаю чувства верующих? Ну, во всяком случае, я просматривал материалы по делу Соколовского. Я практически в онлайне на сайте Медузы наблюдал за оглашением приговора. Ну, конечно, слов у меня, как у юриста, приличных немного, но я постараюсь их найти. В адрес суда? В адрес суда, да. Обвинять человека фактически в атеистическом мировоззрении, в отрицании христианских ценностей, ну, это странно. Вот лично, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, Чеботарева Евгеньевич, у нас истинно верующих людей ничтожные проценты. А простите... А что значит истинно верующий человек? Как вы это понимаете? Я могу вам пояснить. Значит, к сожалению, к сожалению, вот я наблюдаю, что очень большое число людей, которые считают себя православными, христианами, либо просто христианами, не видят содержания той же Библии, они не знают, что такое христианские ценности, они не умеют прощать ближнего и любить его. И когда-то я даже придумал такой термин, как православное язычество. У нас, на самом деле, вот я считаю, что языческие обычаи настолько сильны в обществе, что поклонения волхвам, языческим богам просто изменились, и в настоящий момент в качестве таких богов выступают какие-то другие святыни. Причем люди за обрядовостью не видят смысла самого. То есть они не знают, для чего они крестятся, они не знают, для чего и почему, например, священнослужители совершают какие-либо действия. То есть они просто повторяют бездумно это. Есть форма, есть картинка, но не цути. Да, то есть очень многие люди считают, что фактически это примерно перекреститься что-то или свечку в храме поставить, это что-то сродни совершенно языческим вещам, там, через костер попрыгать, там, кто-то черной кошки боится, через плечо надо поплевать и прочее, прочее. Вот нечто вроде. Хорошо. Опять же, я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, может быть, потому что мой повседневный путь на работу, пролегая через некоторое количество православных храмов, о том, как люди, почитающие себя искренне верующими, посещающие храмы в великие праздники, омерзительно ведут себя на улице. Они могут пнуть собаку, они могут оскорбить своего собрата, христианина, который в этот же храм идёт, но неправильно машину, например, припарковал. Они могут матом ругаться в преддверии церкви и в это же время истово креститься, полагая о том, что делают какое-то богоугодное дело. То есть, на мой-то взгляд, вот истинной-то веры как раз в людях просто нет. Такое отступление мы сделали. Давайте ценить время наше. Давайте я буду ценить. В части Соколовского я рад, что не дали реальный срок, он был близок к этому. Я возмущён данным приговором, я считаю, абсолютно неправосудным. Я не знаю, будет ли защита Соколовского оспаривать его дальше, после того, как приговор был оглашён. Ну, я лично... Защита, я слышал, читал, боится, что не дали бы вместо условного... Есть такой момент. То есть, ну, с другой стороны, я бы на его месте всё-таки пожаловался вплоть до Европейского суда. Потому что вёл он себя абсолютно нормально. Никаких чувств, никаких верующих он, на мой взгляд, не оскорблял. Телефоны, пользование телефоном в церкви не возбраняется. Не одним законом Российской Федерации, тем более, что церковь, любая причём церковь, не только русская православная церковь, у нас в силу Конституции отделена от государства. И, простите, РПЦ, несмотря на всю свою многовековую историю, масштабность участия в жизни общества, имеет с точки зрения закона ровно то же значение, что и любая секта, зарегистрированная надлежащим образом в Министерстве юстиции. Ну, жалко парню. Жалко. Жалко парню. Жалко. Ведь три с половиной года, это определённые процедуры нужно совершать. Слава Богу. Ну, это Бог с ним ещё раз. В этой части, мне лично его жалко, большей частью, за счёт того, что он претерпел массу неприятностей в ходе следствия, которых, опять же, государство могло и не применять по отношению к нему. Помещения под арест, обыски, выемки, изъятия. Фактически, Соколовского судили не за его поведение в церкви как таковой, а, большей частью, за содержание тех видеороликов, которые он размещал в Ютубе. Ну, это вообще фантастично абсолютно. Я поясню, почему именно об этом. Я спросил Диана Евгеньевича, потому что случаи эти единичные. С 13-го года, да, у нас всё-таки оскорбление чувств стало уголовным, уголовно преследуемым деянием. И таких случаев не так много. Слава Богу, что это не так много. Слава Богу. Но это в любом месте, в любом городе это может произойти. Ну, это пока. На самом деле, вот эта статья оскорблении чувств верующих очень часто используется как своего рода дубинка. И причём ей играют далеко не всегда сами священнослужители разных конфессий, но и разного рода приспособленцы, которые очень часто где-то сводят свои личные счёты с людьми, которые им не угодны. Где-то пытаются откровенно шантажировать людей, угрожая обращениями в прокуратуру и полиции, опять же, используя просто тот тренд, который в наших правоохранительных органах в настоящий момент есть. Что если поступило какое-то заявление о том, что верующий оскорбился непонятно чему, срочно нужно какие-то материалы проверки, допроса, опросы, упаси Бог, ещё кто-то решит выслужиться, но обязательно дело надо возбуждать. А, кстати, вот последний короткий вопрос ещё по этой теме, короткий ответ, потому что реклама у нас, на ваш взгляд, вот эти дела, они разобщают церковь, общество, государство. Безусловно. Безусловно. Не всегда церковь только это понимает. Реклама у нас сейчас. Ян Чеботарёв, юрист, это его особое мнение. Продолжим через полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение юриста Яна Чеботарёва. Давайте я вам задам те вопросы, которые у нас на сайте. Прям Татьяна в лоб спрашивает, вы за Васильева? Правда, Татьяна не уточняет, за какого Васильева. Ну, я подразумеваю, что речь идёт всё-таки об исполняющем обязанности губернатора. Я не против Васильева. Вот я так скажу пока. Хорошо, да. И другой вопрос сугубо практичный, он касается дел дорожных. Олег Злобин, автор, так подписался. Мы говорили, кстати, в прошлых беседах на эту тему. Попал он в яму на машине. Ой, простите, на машине. В яму попал, на дороге бампер повредил. ГИБДД не вызывал. И вот спрашивает, можно ли сейчас что-то там с дорожников поиметь? Тут очень много вероятностей, на самом деле. Теоретически, да, безусловно, возможно. Обращение, своевременное обращение в ГИБДД облегчает доказывание того факта, что машина, бампер машины, любая иная деталь была повреждена именно в связи с... именно вот этой конкретной ямой. Приезжает патрульный экипаж, составляет соответствующие документы. То есть, по идее, нужно поступать, как в случае любого ДТП. Да, да. Значит, понятно, что если своевременно ГАИ вызвано не было, ну, тяжело доказать. Но, возможно, аудио-видео фиксация. У многих из нас сейчас есть видеорегистраторы, которые фиксируют происшествие. Ну, подобного рода попадание в яму, что даже бампер был поврежден, да, может быть, как-то зафиксировано. В машине могут присутствовать те же самые свидетели, которые это могут подтвердить. Ну, вот. Но хотя, конечно, суды всегда с большим доверием относятся все-таки к документам, которые исходят из государственных органов, в частности ГИБДД. Ну что, удачи вам, Олег. В этом непростом деле надеемся, что дороги-то все-таки получше станут в нашем городе. Хотелось бы. Вот я знаю, что у Яна Евгеньевича тоже есть свое особое мнение по поводу дорожного строительства в части дороги Киров-Русской. Что вы там написали? Наш убогий чумбулатский щебень кладут, и он как молоко там растекается. Ну, проблема, на самом деле, я живу в этом направлении. Каждый день, два раза в день езжу по автодороге Киров-Русской на протяжении многих лет уже. И как-то так, может, мне повезло. Просто я отличаю щебень чумбулатского карьера от уральского гранитного, который даже по цвету другой. На самом деле, это щебень весьма невысокого качества. Это особенности географические наши, геологические наши регионы. И действительно, если этим щебнем дороги защебенить, оставить, на будущий год этот щебень фактически превращается в песок либо в пыль. Соответственно, функцию свою уже не выполняет как таковы. Опять же, морозы, дожди, циклы, заморозки, разморозки. Соответственно, я приводил пример, какого рода не может хорошая качественная дорога основываться на плохом основании. Нельзя на болоте положить асфальт и рассчитывать, что он долго будет стоять. Соответственно, вот, кстати, мои коллеги, друзья в фейсбуке обратили мое внимание на то, что нужно посмотреть на проектную документацию. Я в настоящем этом занимаюсь и действительно обнаружил, что далеко не во всех контрактах, которые заключались на ремонт автодорожного покрытия, предусмотрено использование качественных строительных материалов. То есть не прописано? Где-то не прописано вообще, но где-то есть. То есть вот это интересно. Систему я еще пока не понял. На самом деле материалов много разбираюсь. Вы имеете в виду дорожное строительство, ремонт этого года, да? Да. Вот те аукционы, которые недавно состоялись. То есть на самом деле использование этого же гранитного щебня, который дороже, да, дороже, в два раза дороже минимум, чем Чебулацкий, но многократно крепче и выдерживает большее количество циклов заморозки-разморозки. Удорожает строительство и ремонт автодорог, но качество-то исходного, конечного продукта... На четыре года выдержит, да? Должно, собственно говоря, просто кратно вырасти. Что для нас важнее? Быстрее закрыть те дыры, залатать, которые есть в дорожной сети сейчас и заниматься ровно тем же самым на будущий год, либо один раз потратиться и на протяжении трех-четырех лет, например, уже не возвращаться к этому вопросу. Точно так же вот тот аукцион, в котором победила московская компания при непротивлении местных игроков автодорожного рынка, ну, тоже странен. Я пытаюсь найти в настоящий момент отзывы об этой компании с тем, чтобы понять, не является ли эта фирма просто какой-нибудь надневкой. Созданные специально под эти вещи. Не получится ли так, что вот сейчас эта фирма выиграла контракт, заключила субподряд с Виат Автодором, Виат Автодор произвел текущий ремонт, на будущий год асфальт вместе со снегом сошел, и вместе с ним куда-то в никуда отделась эта московская фирма, выигравшая торги. Соответственно, кому предъявлять претензии? Не к субподрядчику же. К субподрядчику предъявить претензии может только подрядчик, то есть это московская компания. Это что получается? Ян Евгеньевич занялся тоже контролем? Таким юридическим контролем дорожного ремонта? Я для себя хочу разобраться. А, то есть вы по своей воле? По своей воле, да. Я поддерживаю некоторые отношения с массой людей, которые занимаются общественным контролем от дорожной сети. У меня в друзьях и Виталий Брам, и Багир Шарифов. Поэтому, если мои изыскания где-то помогут им, как более все-таки профессиональным людям в именно этом вопросе, я буду только рад. Хорошо, так что информируйте их, и нас обязательно, если что-то там интересное обнаружится. Еще о городской жизни хочется поговорить, но уже такие темы общечеловеческие, в общем-то. Грядет очередной Великорецкий крестный ход, как известно, да, и в этом году он будет отмечен тем, что приедет к нам патриарх московский и всей Руси, Кирилл. Последний раз, как сообщили СМИ, патриарх Алексий II был у нас 23 года назад. Есть ли в этом, по вашему мнению, какая-то, возможно, политическая подоплека? Вот 23 года не было, Великорецкий крестный ход, или абсолютно вот это вопрос и все веры? Я готов скорее увидеть политическую подоплеку в грядущем визите Владимира Ивановича Путина, который... Это же слухи тоже еще такие. Когда там обещают? В сентябре? Ближе к концу лета или что? Обещают либо в августе, либо в начале сентября. Причем из разных источников я все-таки склонен полагать, что подобного рода визит состоится. Вот это, на мой взгляд, будет явной политической подоплекой. Перед выбором, да? Сигнал определенный. Дождемся, посмотрим. В части приезда Святейшего Патриарха, на самом деле, я более, наверное, удивлен, что на протяжении столь длительного времени московский патриархат не придавал значимого, не оценивал то влияние, которое великорецкий крестный ход, который является все-таки достаточно крупным, одним из крупнейших, по-моему, в России, известнейшим, не был отмечен визитом достаточно влиятельного иерарха Русской Православной Церкви. Пока исключительно правящие архиереи Вятской епархии посещали это мероприятие. Поэтому приезд Патриарха, на мой взгляд, на такое мероприятие представляется абсолютно оправданным. — Просто я для себя логику, если хотите услышать, составлял. Для меня есть какая-то в этом, возможно, последовательность. В этом есть недавно съемки фильма с участием Ивана Ахлобыстина. Как известно, Ахлобыстин, он же временно приостановлен в служении, но он не отлучен, ничего. — Нет, насколько я знаю, он сложил себя сам. — Сложил все-таки. — Ну, в общем, он имел непосредственное отношение к РПЦ. — Затем совместные, собственно, выезды на мотоциклах в Рио и митрополита Марка. — Вот это да. — Вот сейчас Патриарх приезжает к нас. Ну, видеть, какая-то логика-то выстроена. — Ну, честно скажу, я, с одной стороны, может быть, конечно, Ретроград и мракобес. Не одобряю я подобного рода эпатажные выходки православного священства и монашества. — Облачение в кожаные одежды, да? — Ну, в том числе, все-таки... — Езда на мотоцикле. — Да, господин Тужиков, если мне память не изменяет, у нас является монашествующим субъектом. — А если кто не в курсе, это мирская фамилия. — Ну да. И не дело монаха. Ну, мне так, опять же, кажется, как человеку сугубо мирскому подобного рода себя вести. Но бог ему судья. — Пара минут и еще один вопрос. Памятник Дзержинскому у нас появится в городе, на Ленино-97, во дворе городского клуба ветеранов. Буквально накануне депутаты городской думы большинством голосов все-таки приняли это решение. Очень такие кардинальные точки зрения у горожан вызвало это начинание. — Ну, на мой взгляд, мы в том числе и эфир делали по этой теме, действительно противоположные точки зрения. Кто-то кардинально за, кто-то кардинально против. — Я отношу себя к последней категории лиц. — Против, да? — Да, на мой взгляд, палачам памятники не ставят. — Да, безусловно, я жил в советское время. Я изучал и официальную биографию Феликса Эдмундовича. Говорят, да, потому что это был чудеснейший, честнейший человек, ровно как и Владимир Ильич Ленин, который гладил кошечек, слушал апассианату и трогательно заботился о голодающих детях, делясь с ними. Но в то же время, простите, но господин Дзержинский является непосредственным автором репрессивной системы, которая была выстроена и функционировала при его непосредственном участии. Именно он, на мой взгляд, является виновником массовых репрессий и расстрелов в Крыму, в несудебных расправах. К сожалению, я понимаю прекрасно о том, что еще во времена моей молодости говорили о том, что революцию в белых перчатках не делают и так далее. Но как-то так получается, что, на мой взгляд, все-таки рановато вообще вести речь о памятнике подобного рода персонажу. Я считаю, что и издержки советского прошлого в виде множественных, бескусных, дурацких, абсолютно памятников вождям мирового пролетариата являются не совсем верной концепцией, а устанавливать вновь... Например, стоит у нас памятник Ленину на театральной площади. Я против его демонтажа. Он мне нравится непосредственно как произведение, даже при том, что я весьма негативно отношусь к персоне Владимира Ильича. А вот устанавливать вновь памятники подобного рода личностям, я считаю, абсолютным кощунством. Завершается время особого мнения юриста Иоанна Чемотарева. Спасибо большое, Игорь Ильич. Пожалуйста. До встречи. Спасибо вам огромное. Надеемся, что лето вот-вот хорошее, нормально. Хотелось бы. Скоро наступит. Да, кстати, всех с летом. С наступившим. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM